В часы постоянного прессинга, нехай спорт поднимает тебя! Большой скандал. Скобеева грозится сделать с Одессой то же самое, что и с Мариуполем. Одессит, не бойтесь. Мы, естественно, с добром и с миром. Ну и вы поймете, как сейчас это уже поняли жители Мариуполя, что Россия это в самом деле прекрасно. Осторожно, россиянка открыла рот. Еще россияне собираются отапливать дома трупами? А что с газом? Многие крематории это большая потеря тепла. В любом случае, процесс сжигания, обработки. В Европе уже давно используется это тепло, соответственно, для отопления прилегающей территории, вспомогательных помещений. Это горячие новости. Все самое важное в одном дайджесте. Поставьте лайк этому выпуску. Мы создаем этот проект благодаря вашей поддержке. Большой скандал. Скобеева заявила, что они сделают с Одессой то же самое, что и с Мариуполем. Ждут при этом освобождения от украинского ИГАИ в Одессе. Там засняли, ну, несколько подвыпившего мужчину, который ночью, в самый разгар, комендантского часа, популярно. Объяснял проснувшимся жителям одной из многоэтажек, что их ждет, когда черноморскую жемчужину деоккупирует российская армия. Дальше Скобеева показывает пьяного жителя Одессы, который негодует, что горожане якобы недостаточно реагируют на российскую угрозу. Мол, что россияне всех просто перережут, когда придут. Но Скобеева, конечно, сделала из крика страха перед зверствами русских крик жажды русского мира. Русские придут, вам будут, сука, резать! На хуй пошел! Это вы не поймете, что русские режут, потому что вы пи***ли! Единственное важное обстоятельство, когда придут русские, резать русские, конечно, не будут вообще никого. Русские к русским с почтением, Одесса русский город, этот человек, будем считать, ну, допустим, пьяный крик души. В остальном, одессит, не бойтесь, мы, естественно, с добром и с миром. Ну и вы поймете, как сейчас это уже поняли жители Мариуполя, что Россия это в самом деле прекрасно. Перевернутая реальность русской пропаганды разрывает все шаблоны. Уничтоженный Мариуполь – это красота России. Миру не нужна такая красота, равно как ему не нужны и вы. И когда Оля в очередной раз откроет свой сливной бачок об Одессе, напомните ей, что некоторые ваши города не успевают публиковать фото двухсотых, потому что их чрезвычайно много. Гений инженерной мысли на России предложил использовать крематории для отопления. Ну, действительно, не пропадать же добру. Многие крематории – это большая потеря тепла, в любом случае, да, ну, процесс сжигания, обработки. В Европе уже давно используется это тепло, соответственно, для отопления прилегающей территории, вспомогательных помещений и прочее. Понимаю, что это новое кладбище, соответственно, АБК, склады, персонал. А крематорий может быть задействован, в том числе, если по проекту предусмотреть, чтобы это тепло не терять, а на некий рециклинг и на отопление необходимых помещений. То есть страна, которая гордилась тем, что у нее больше всего в мире газа, вынуждена прибегать к циничным движениям и сводить ритуал погребения к простому использованию ресурсов. Чтобы не терять лишнее тепло? Просто безупречно. Спецоперация идет по плану. Путин готовься. После Олимпиады Украина разорвет Россию. Это твои же слуги утверждают, что Макрон хочет Олимпийского перемирия, чтобы перевооружить Украину. Смотрите, вот меня очень беспокоит эта его идея Олимпийского перемирия. Мы уже имели опыт. Помните, начало нашей спецоперации? В конец февраля, март, когда они вели с нами бесконечные переговоры, то гомельские переговоры, то потом стамбульские. И постоянно говорили, вы приостановите спецоперацию. Вы приостановите хоть на несколько дней спецоперацию. За это время они подвозили боеприпасы. За это время Украина проводила мобилизационные мероприятия. Так что не исключаю, что это Олимпийское перемирие. Они хотят просто использовать для того, чтобы сделать оперативную паузу и перевооружить украинские силы на линии фронта. Вот жук разгадал хитрый план Макрона. Ну все, теперь придется применить план Б грязную бомбу. Наши биомодернизированные гуси на термоядерной тяге уже снаряжаются грязными блохобомбами. Он хочет пить клин между нами и Китаем. И давняя мечта европейской дипломатии. Чтобы Китай сделал заявление, что он совместно с Францией поддерживает идею Олимпийского перемирия. После этого французы закричат, ага, русские, смотрите, какой вам союзник Китай. Никакой он вам не союзник. Китай вас давно бросил, давно предал. Потом к нам появятся американцы со словами, ребят, а может быть, вы подумаете, что Китай вам вовсе уж не такой союзник. Не понимаем, чего он кривляется, если оно так и есть. Вы, русские, конечно, можете бесконечно верить, что Китай это ваш великий друг, но сам Китай такого никогда не говорил. Это все с самого начала вашей фантазии. В Иркутске судят маму, которой не понравилось, что ее ребенку рассказывают, что умереть за Путина правильно. Да-да, вы все правильно услышали. Недавно в Иркутске одна мать возмутилась, что воспитательницы в детском саду объясняли ее ребенку, что умирать за родину совсем не страшно. Мать думала недолго, ведь это явно перебор, и пожаловалась на эту ситуацию. Но судить начали не воспитательницы за издевательство над психикой детей, а мать за дискредитацию армии. Да, правильно. А чего это вообще воспитательницы должны это объяснять? Это должны объяснять акушеры. Ребенок только глаза откроет, а ему уже нужно провести инструктаж, что он должен умереть за Путина в чужой стране. Российский пропагандист заявил, что украинцы придумали свою независимость. На самом деле нация сама по себе – это образованные городские люди, это носители культуры, это те люди, которые культуру создают, носители языка, вот как Булгаков или как Сикорский, создатели науки или чего-либо еще, это образованный класс. На Украине такой класс был абсолютно русский и русскоязычный весь XIX век. Кроме небольшой горстки людей, которые вообразили себе независимую Украину и пытались ее как-то придумать, создать, создать атрибуты. Вот такие же тоже, как там языки. Но подождите, как-то что-то получается, что они были недостойны нации большой. Что-то как-то пованивает в теории. Никакой украинской… Нет, нет, я просто что хочу сказать. Украинской нации в XIX веке никакой не было. Был этнос, были крестьяне. Они говорили не на украинском языке, а на куче диалектов. Когда к ним приезжали вот эти интеллигенты, говорили с ними на украинском языке… Они говорили «отлезь гнида». Достаточно интересно, как представитель искусственного языка и искусственной культуры пытается называть ненастоящими именно украинцев. Мы вот, например, с белорусами, поляками, чехами и другими друг друга понимаем без переводчика. Вот это и есть признак естественности языка и культуры. Когда она перетекает в другую плавно, а не там, где заканчиваются границы. А кто вас понимает? Кто тогда еще кого придумал? Каждый россиянин в душе расист, конечно, если она у него есть. Не верите? Вот вам Москва. Столица сверхдержавы с туалетами во дворе. Женщине в троллейбусе не понравилось, что в одном транспорте с ней едет представитель другой расы. Приехал выступать сюда. Рот закрывай. Сейчас ставим у него. Ай-яй-яй. Стина черная. Российка. Специально включу. Обезьяны. Иди, блядь, кокосы лови. Иди, блядь, и спальни, блядь, командовать, блядь. Иди, блядь, у себя будешь командовать, блядь. В коробках, блядь, в руинах, блядь. И остановка воздушный вокзал. Пожалуйста. У манушек, блядь. Вот вам настоящий интернационализм россиян. Так кто теперь нацисты, а? Пропагандист признался, что Россия поддерживает Иран. Они уже даже не скрывают, что они друзья террористов. Это хорошее показание для Гааги. А давайте как бы держать в голове, что Иран является нашим военно-политическим союзником. Иран одна из немногих стран, которые прямо поддержали Россию в нашей войне. Поэтому кому мы желаем победу? Ирану мы желаем, конечно же, победу. Мы с нашими иранскими, ну не братьями, конечно, но соратниками от слова «Единая рать», «Единая войска». То есть мнимая ось зла получает четкие и конкретные границы. Ну-ну. На сегодня у нас все. Спасибо, что смотрите Горячие новости. Поставьте лайк, это очень важно для нас. И поддерживайте ВСУ. Война продолжается.